Итак, всем привет, это 60-е, и я так подозреваю, что финальная серия прохождения игры Ведьмак, часть первая, мы находимся на ледяных пустошах в псевдомире, который порожден, что называется, воспаленным рассудком великого магистра. Твои глаз, и ты всё поймёшь. Глупые фокусы, я от тебя ждал большего. Это не простая иллюзия, это происходит на самом деле, Геральт. Где мы? Увидишь, следуй за мной. Геральт. Это заледеневшие башни Вызимы. Теперь тебе понятно. Оставь свои бредни, Альдерсберг. Что тебе нужно? Ты должен понять мой план. Это будущее. Белый хлад уже пришёл, стирая с лица земли человеческую цивилизацию. Мы, в конце всего, должны ли мы пасть духом, поддаться, ни из-за что. Всего этого всё ещё можно избежать. Избавь меня от этого бреда. Пойми, Орден Исламандры хотели спасти человечество. Все преступники оправдываются благими целями. Мы ещё вернёмся к этому разговору. Но прежде всего, смирение. Вот что тебе нужно. Ах ты, фокусник, мать твоя. Циркач. Так, ладно. Так, пери-то, говорите, да? Давай, давай. Вот это я не там... Провтыкал. Я думал, что... Так, всё нормально нанесено масло от призраков. Да, всё хорошо. Тогда мы это закрываем. Открываем вот это. И начинаем их пиярить. Ёрик. Вот так вот. Так, киновариру беда не нужно. Вот эта штука пригодится. Эта штука тоже пригодится. И эта штука тоже пригодится. Отлично. Так, что у нас здесь? Блин. Насколько звук тут классный. Так всё забывает. Так. 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 Вот так. Это больше, чем сон. Если ты умрёшь здесь, твоя смерть будет вполне реальной. И я пойду с тобой и буду помогать тебе моей магии вызывать молнии. За нами идёт убийственная пурга, а за ней уже ничего. Только смерть. Всё понятно. Это кто такие? Так. Эх, эх, эх. В чём я есть по маслу? А у меня ничего нет по маслу. Но я от повешенного я здесь думаю, что вообще не зарулит. Так что давайте вот это тут применим. Окей. Вот эта вещь. Давайте пойдёмся поговорим. Один упал. Где второй? Вот и второй. Так ощущаешь, что раньше с них можем было что-то брать, а сейчас что-то ничего нельзя брать. Так, что у нас здесь? А здесь так давно не было, я уже не помню. Ни хрена. Так, здесь мы не зайдём. Нам нужно идти он к тому. Так что-то. Так. Продолжение следует... Мои собственные правнуки. Они люди? Белый хлад превратил людей в животных, которых волнует только еда и размножение. Ими руководят инстинкты, как той толпой, от которой ты некогда спас меня. Я благодарна. Прими мой дар. Что-то дали. Филин. Ну уж, да уж. Оу. Ууу, кусаны. Как же так? Ну как-то так. Что там дальше? Здесь так легко заблудиться, хотя заблудиться-то здесь на самом деле не очень-то просто. Все ведет к одному и тому же, только несколько разными путями. Так, у меня, по-моему, кончилась ласточка, да? Да, блин, я не вижу. А по-моему, кончилась так. Волк, полнолуние, ураган. Опыт, да, ласточки нет. Отхлебнуть. Ты видел наших деградировавших потомков. Ты понимаешь, почему ты не должен мне противостоять? Какая связь между твоими преступлениями и изменениями в климате? Мне привиделись страшные вещи. Спасти человечество можно, лишь уверенно следуя великому плану. Ты настолько сильно веришь собственным видениям? Эти видения, этот дар был неспослан мне, не по моей воле, чтобы я видел будущее. Но по твоей воле этот дар был использован. Сколько раз мне приходилось слышать от тебя, что любой дар можно использовать только на благо. Самое великое благо, спасти миллионы жизней. Даже если ради этого сотнями жизней придется пожертвовать. Ты не знаешь, какая большая катастрофа приходит. Тут и сейчас кружатся души погибших. Может, ты лично скажешь этим душам, что у них не было права выжить? Ну, ладно. Пойду, скажу. Но сначала сохранюсь, конечно же. Нет, надо на другую какую-нибудь. Окей. Пошлите, скажем. Ау! Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Доставай. Ты не в силах остановить меня. Смерть идет за тобой. Вот для этого мне и нужен был... Нужно было масло от призраков-то. Ну и все. Ты убил меня, и все же я рада тебя видеть. Я хорошо сражалась. Бывает смерти похуже, чем в бою. Я знаю, и солдатом стало не для того, чтобы умереть в своей постели. Я пришла, чтобы сражаться рядом с тобой. Связь между нами пережила даже смерть. Доставай свой меч. О, что ли? О! Что ли? Идут пацаны. Зверолюди. Ну, как-то так. Упал. Так, где тут кто еще? Что, где? Ага. Ай, трубопатеря. Ай, трубопатеря. Готов. Ну, как-то так. А, кстати, можно их обыскать, действительно. Окей. Так, я так понимаю, туда, откуда они пришли, нам туда и надо, да? Здесь же тупик. Да, здесь тупик. Еще один. Иди сюда. Готов. Готов. Призрак. Да я тебя так завалил. Блин, настолько перекачанный уже, что... Вообще насрать. Стальным мечом призраков мочат. Когда же ты, наконец, поймешь, упрямый ведьмак? Человечество исчезнет. А те, кто уцелеет, превратятся в диких зверей. Только мой план поможет этого избежать. Какой еще к черту план? Хлад придет с севера. Человечество сможет пережить охлаждение только при массовом исходе на юг. Представь. Все народы в едином походе. И возглавишь этот исход ты? Да. Я готов. Я вижу будущее. Люди меня уважают. Я бы был хорошим предводителем. Естественно, сначала мне придется избавиться от тех, кто мне мешает. Особенно это касается нелюдей. Откуда такая ненависть к другим расам? Они уже канули в небытие. Но отказываются в это верить. Пришлось дать им шанс погибнуть в бою. Человечество тоже исчезнет. Но в отличие от эльфов, мы после себя мало что оставим в этом мире. Мы не исчезнем. Мои стражи этого не допустят. Скоро ты увидишь, насколько хорошо они приспособлены к этим условиям. Все понятно, мужик. Тебя маневили... Ого, тебя, вас мне тут не хватало, блин. Куда пошел? А где Райла? Что-то Райла убежала нафиг. Так, а что у тебя здесь? Гидроген Рубэда не пойдет у меня этого навалом. Так, погодите. Надо сохраниться. Не дай бог вылетит. Теперь можно здесь сохраняться, да. Зачем нам вылеты? Нам вылеты ни к чему. О, мужики, вы скользите, да? Хе-хе. Ну вот и все. А вы говорили. Сдался бы уж ты сразу, Яков. О, ей-ин приперся. Мы могли остановить безумие великого магистра. А нет. Но ты предпочел помешать нам. Убийство и терроризм это не выход. А ведь мы были правы. Смотри, люди просто кровожадные обезьяны. Ты слепо помогал Ордену, а теперь обратил свой меч против них, как собака, которая кусает кормящую руку. Таков уж ты. Не волк, а бешеная собака. Тупая машина для убийства. Никто. Хватит ей, Вин. Я убью тебя, как собаку. Ты ведь и есть собака. Ты что-то перепутал, мужик. Не ты ли пал от наших мечей? Бузиме. Вот и все. Мне куда идти-то? Ух ты ж. Тихо. Ну ладно. А куда идти? А, вон куда идти. Смотри. Альвин. Иллюзия, Крис. А вот и ты. Как же ты упрям. Ты мог бы стать пастырем для многих овечек в первые годы зимы. Это вряд ли. Из-за тебя тайны Каэр Мархена были использованы ради дурных целей. Ведьмачий кодекс. Яйца выеденного не стоит. Слишком в нем много индивидуализма и торговли долгом. Мне нужны были священные рыцари. Выносливые, как ведьмаки, но при этом создающие образ благородства, а не попрошаек с протянутой рукой. Это вот эти вот чудики. Тебе просто нужна была власть. Как тебе угодно. Когда сюда прибудут мои войска, можешь лично спросить их, насколько я подхожу на роль властелина. Это вот эти вот чудовища там, уродливые, да? Это они воплощают благородство? Это, конечно, да. Вон они бегут. Благородные такие. Любая мадама почтет за честь отдаться им. Это уж точно. Ну иди сюда, благородный. Воплощение благородства. Де-е-е-е. Ладно. Такая не поняла, а где сражение-то? Раньше тут была еще потасовка перед тем, как вот этот вот мост обрушился. А, нет, еще есть потасовка-то. О! Еще ничего не закончилось. Ау! Давай, Герой, отходи, нахуй. Блин, нокдаун. Вы охренели уже, а, слушайте. Что-то как-то вы... Ну-ка. Так, ты, Адочка, разберешься с ним, а я пойду вот эту ладу. Окей. Здесь мы должны расстаться. Почему? В самом сердце видения он управляет всем. Дальше ты пойдешь один. Я вернусь. Удачи, Герой. Конечно. О! Можно помедитировать. Наконец-то. И даже без костра. Так, ну что, будем делать. Я так думаю, что нам нужно будет... Так, полнолуние у нас есть. Так, зелья рафарда белого, один штучка есть. Потом волк. Волк есть. Масло от призраков сейчас сделаем. Так, я думаю, еще один. Зелья рафарда белого, еще одну штуку. А, он, кстати, четырех. Понятно. Тогда не надо. У меня есть где-то темирский спирт. Вот. Так, это зелья рафарда белого. Оно у нас. Купорос, рибис, два гидрогена. Купорос, рибис, два гидрогена. Окей. Велим. Так, волк один есть. Нам этого хватит. Масло от призраков, я думаю, нужно будет. И я думаю, что нужно будет, что-то мне смотрится и видится, что не очень рулит яд повешенного против этих говнюков. Давайте мы сделаем коричневое масло. Я думаю, что оно нам как раз-таки очень даже пригодится. Так, это у нас... Купорос эфир. О, то есть этот... Рибис. Эфир. Вот этот вот, например. Квербит и две киновари. Квербит и две киновари. Вот эти. Окей. Сделали. Что там еще там надо будет. Так, полнолуние есть. Рафард есть. Ласточка. Две штуки. Хватит. Рафарда можно еще немножко. Так, филин есть. Зелия Петри может... Хотя, зачем оно мне? Я буду этими... Так, волку есть. Ну, все. В принципе, и все есть. Но Рафарда я, наверное, еще одну сделаю. На всякий пожарный. Так, Рафард. Рафард, Рафард, Рафард. Так. Купорос, Рибис, два, два, гидрогена. Купорос. Рибис. Два гидрогена. Ну, как раз вот, последний Рафард у меня и ушло. Вот так вот. Что там у нас? Так, у нас по поводу... Если что-то, вдруг что-то не получится, белый мед у нас есть. Ласточка у нас есть, филин у нас есть, бомбочки у нас есть, у нас все есть, много всего есть. Коричневое... О, у меня есть коричневое масло. А, так я его сам и сделал, господи. Че я херню эти страдаю. Так, масло от призраков, да. Масло от призраков, нужно ее сбросить таймер, а то может получиться бяка. Так, где масло от призраков? У нас над призраков Купороса, Рибис, Эфир. Так, Купороса, Рибис. О, Рубеда, кстати, есть у меня, оказывается. Может, ласточку надо тогда еще сделать, Рубеда. Купороса, Рибис, Эфир. О, окей. Надо сделать ласточку, Рубеда, раз у нас есть такая штука. Так, ласточка. Купороса, Рибис, Эфир. Купороса. Купороса, Рубеда, Рибис, Эфир. Окей. Ну и все, я думаю, что больше нам ничего не понадобится. Так что медитируемте давайте до полудня. В полдень пойдем на него. Окей. Так, теперь будем смазывать оружием. Коричневое масло сюда. Окей. Масло от призраков. Где оно? Вот оно. Сюда. Окей. Полнолуние. Ласточку Рубеда. Где оно у меня? И зилия Рафарда. Ну и все, мы готовы. Так, я забыл волка принять. Тихо. Вот он у нас. Нормально. Вот теперь мы точно готовы. Теперь ты понял, что необходимо действовать любой ценой. Геральт, раскрой же глаза. Таких, как ты, отправляют в лечебницу лебеды. Только ты же убежишь. Ты лишь доказываешь мою правоту. Тебе удалось преодолеть ужас, который грозит всему человечеству. Ты выжил. Яков из Альдерсберга. Твой сон кончился. Поспеши с объяснением. Хотя это уже немного и изменит. Терпение. У тебя еще есть время передумать. Представь себе. Тысячи людей, пересекающих ледяную пустыню. Ты смог бы их защитить? Ты и жалкая горстка ведьмаков, которых постоянно гложет сомнения. Как Берингара. Это невозможно. На это способны только старшие братья. Но им нужен достойный лидер. Им нужен ты. Давайте-ка не будем с ним особо цаткаться. Достаточно. Разговор продолжат наши мечи. Какая самоуверенность. Я преподам тебе урок. Болезненный урок. Так. Братва. Много братвы. Вот для этого мы и качали групповые стили, на самом деле. Так. Нет. Здесь надо вот этот. Давай, давай, давай. Вынимай. Вынимай кармульту, Геральт. Так. Это плохо. придется тут пока что с ним возиться вот так и они не хотят идти до твою мать ну как хотят давай геральт мать твою ну а так но по-моему а нет еще трое есть ну чё один то мне не помешает я думаю да блин суши ты достал меня уже а 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 Саламандры умирают и скоро превратятся в воспоминания. Саламандры — ничто. Это лишь частица хаоса, инструмент безумца, которого ты только что убил. Твое прошлое, твое предназначение, причины твоего воскрешения — все остается неизвестным. Слова, слова, слова. Саламандра — позволь напомнить. Есть смерть, но есть и свобода воли. Я не стану оглядываться, я найду Саламандру и выполню свое предназначение. Ты ошибся. Я пришел за душой того, чей путь часто пересекался с твоим, как и было предсказано. Ты можешь сразиться со мной, но конец все равно будет один. Смерть. Вопрос в том, чья смерть. Мне не все равно. Меня нельзя убить. Ты можешь отсрочить свой конец, но он все равно придет. Теперь же займемся тем, кто уже мертв. Размысли над своими поступками, ведьмак. Я был рядом с тобой, когда ты прибыл в Каэр Морхен, знаменуя падение крепости. Я наблюдал, как ты вершил свой суд в предместьях, оставляя за собой лишь огонь и пепел. Ты погубил Рэймонда. Ты подвергал Шани опасности, преследуя лишь собственные интересы. Каждый твой шаг увеличивал хаос. Твой ведьмачий меч загубил десятки жизней. Ты помог заложить фундамент фанатичного правления Ордена. Ты покинул Вазиму, оставив за собой хаос, лишь за тем, чтобы разрушить темноводье. Каждое твое решение вело к новым разрушениям. Каждый твой шаг вел к еще большему слуг. Орден, которому ты дал силу и власть, стремится уничтожить всех, кто хоть чем-то отличается от людей. Что ты на это скажешь, мутант? Прекрати. Не отрицай, ведьмак. Ты, мой величайший слуга, идеальное оружие уничтожения. Куда бы ты ни пошел, повсюду за тобой следуют смерть и хаос. И как ты уже сделал много лет назад, смирись с этим. Не сопротивляйся. И отдай мне еще одного человека, которого ты погубил. Яков из Альдерсберга мой. Ты смеешь противостоять мне. Я чувствую, как ты слабеешь. Как силы покидают тебя. Ранен. И с каждой каплей крови, что ты теряешь, смерть приближается к тебе. Тебе никогда не победить меня. Отступи. Любопытно. Я так понимаю, что мы в третьей части встретимся с Дикой Охотой. И с Яковом, если мы сейчас этому отдадим, то и с Яковом мы тоже встретимся. Либо мы можем сейчас сразиться. Че выберем. Я как-то не хочу... Я хочу рискнуть. Короче, посмотрим, появится ли Яков в третьей части. Давайте. Забирай его. Мне все равно, какая судьба его ждет. Отныне душа Якова из Альдерсберга, которого ты знал под другим именем, принадлежит мне. Выполни свой долг. Жду не дождусь. Этот меч против монстров. И все. Вообще он целился, по идее, в горло, а почему-то в брюхо воткнул. Хочу посмотреть, появится ли Яков в третьей главе этой самой части. Ведь мы же будем драться с Дикой Охотой-то, да? И со всеми его прислужниками. Ох, ты очнулся. А я уже начал волноваться. Где великий магистр? В двух шагах от тебя. Он мертв. Я думал, что и ты тоже. Кончилось. Хотя это не был приятный сон. Долго я был без сознания. Довольно долго. Холь ты снова контролирует город. С помощью ордена, конечно. Как Зигфрид? Он пригадывал за тобой, но потом был вынужден уйти. Неохотно, но служба не дружба. Интересно, каким он будет великим магистром? Надеюсь, хорошим. А как насчет тебя? Ты преуспел? Да. Я заберу у Альдерсберга последний элемент и закрою эту главу. Окей. Неплохо так подрались. Брендные остатки Якова из Альдерсберга Великого Магистра Ордена Пылающие Розы. И здесь у нас... О, секреты украдены из Каэр Морхена. Что-то кончается, что-то начинается. Опять отсылка к Сапковскому, блин. Новый уровень. И смысл моей сейчас в новом-то уровне. Так, по идее, куда мне надо? А, мне надо, наверное, с Лютиком поговорить, я так понимаю. Хороший у вас тут дворик. Мне, в принципе, довольно-таки нравится. Где он тут? Лютик. Ты уже все нашел? Знаю, что я нашел у Великого Магистра. Амулет из Двимерита. Тот, что ты дал Альвину? Не знаю. На вид тот же самый, только старее. Такое ощущение, что он несколько лет носил его, не снимая. Может, хранил на память как чей-то подарок? Может, он защищал его от враждебной магии. А может, помогал подавлять врожденные способности и навязчивые видения. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. Неважно. Яков из Альдерсберга, если это его настоящее имя, мертв. Вот и конец этой истории. Что дальше? Ты о чем? Ну, сам посуди. Ты возвратил украденное и отомстил тем, кто причинил тебе боль. Ты занимался политикой и раскрывал заговоры. Ты любил и убивал. Ты прошел длинную дорогу, Гера. И куда теперь? Только сейчас я чувствую, что для меня начинается новая жизнь. Заново рожден, огнем и кровью крещен. Новая баллада? Слишком пафосно. Жизнь проста, непредсказуема и прекрасна. Я тебя не понимаю. Ты вернулся из загробного мира. Все злодеи мира пытались убить тебя, а теперь ты говоришь мне, что жизнь прекрасна. Что-то заканчивается, что-то начинается. Я возьму последний из украденных секретов, сделаю глубокий вдох и пойду дальше. Тогда удачи тебе в пути. Похороны Якова из Альдерсберга собрали толпы. Все хотели увидеть, как уходит человек, спасший вы зиму. Кровавые городские сражения закончились, и люди считали членов Ордена героем. Зато нелюди ненавидели еще больше, чем до восстания. Король вел драконовские законы против Скаэт Эбби. Это привело к массовому исходу эльфов и краснолюдов. Конечно, история бывает коварной. Ошибки и извращение Ордена Пылающей Розы король предал забвению. Впрочем, при новом великом магистре Зигфриде из Дэвисле, Орден начал реформы и увеличил свою силу. Чародейкам не удалось усилить свои позиции при дворе Фольтеста. Интриганы, составляющие заговоры в отсутствии короля, были наказаны или отстранены. На разваленных эпипелищах выросли карьеры и состояние. Одни выиграли, другие потеряли. Обычный порядок вещей. Немногие знали, что произошло в те дни на улицах Вызимы. Это были те, кого предназначение столкнуло с Геральтом из Римии. Но они предпочитали молчать. Итак, что случилось с Ведьмаком и как сложилась его судьба? Это уже... Совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok Тимерия и Редания союзники. Не без твоей помощи. Вот тебе золото за твой труд. Ваше Величество. Прощай, король. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова